Корни креасии, посмотрите, хорошо проросли. Я их просто больше не хочу мучить. И я их посажу вот в такие небольшие горшочки. И сейчас покажу, что я положила вниз. Для дренажа и как бы питания я положила, посмотрите, кожуру банана. Сверху у меня идет торф и питательный грунт. В обеих горшочках у меня одинаково положен грунт. А сейчас я поставлю вниз, пусть напитается хорошо. И пока разберу эти растения, чтобы они могли хорошо чувствовать себя. То есть уложить их так, чтобы им было комфортно. И корешки не мешали друг другу. По одному не стоит сажать. И все-таки лучше сажать так, чтобы кустик был со всех сторон одинаковый. То есть, чтобы не было с одной стороны больше веток, с другой меньше. Ну вот такого количества будет достаточно. И сейчас сверху просто надо будет насыпать питательную смесь. Я воспользуюсь вот такой питательной смесью, купленной в магазине. Сразу хочу сказать, что я не сажаю накрепка. А я сажаю для большего развития корневой системы. И для того, чтобы растение здесь себя почувствовало комфортно. Как только я увижу, что растение начало расти, я его посажу в настоящий грунт. И поливаю сверху тепленькой водичкой, чтобы и торф немножко разошелся. Не горячий, тепленький. Вот так. А сверху присыплю сухим торфом. Почему я не сажаю? Ну, хочу, во-первых, сказать, что по лунному календарю сейчас нехорошо сажать. А если просто как бы прикопать, а потом пересадить, то это вполне нормально. Поэтому я не хочу мучить растение, чтобы оно в воде стояло. Оно уже достаточно взяло из воды все, что ему нужно. Я вот подготовила и второй горшочек. И сейчас опять-таки посажу проросшие ростки сеткриазии. Растение красивое. У меня оно уже лет 20. Я его рассаживаю, дарю. Оно красиво цветет. Только сажаю то, что имеет корешки. Прикрою сверху питательной смесью. Почувствую, что оно пошло в рост, что ему нравится, что корневая система начала заполнять весь горшочек. Я пересажу. Но еще, конечно, воспользуюсь лунным календарем. По лунному календарю только после 8-9 числа можно сажать. Вот я его опять полью теплой водичкой. Уплотню. И когда оно уже пропитается полностью, уберу на светлое место. Здесь надо, чтобы все стекло. Пока листочки зажаты, а когда растение пойдет в рост, листочки распрямятся, будут красивые. Понравился мой совет? Ставьте лайк, сажайте. Продолжение следует...